Наука – это шоу. Ребят, забудьте всю физику, которую вы до этого проходили. Ученые тратят миллиарды наших денег простых налогоплательщиков, а играть на этом компьютере в колду до сих пор невозможно. Кем он станет на выходе из музея? Ну вот хороший вопрос. Про и физик, и математик, и программист, и швец, и жнец, и на дуге игрец. Это очень такое редкое сочетание, но для мифии классическое. Мне будет все лучшее, что есть в университете и за его рамками. А в итоге мы выбираем между христианской мыслью и историей религий. Сейчас все, которые поставили лайки, сейчас их уберут. Что это будет за мир? Зависит от того, какие там будут люди. Красный какой-то выбор ты делаешь каждую минуту. Я верю в лучшее. И отвергать к мне можно. Что-то слишком много философских вопросов в последнее время для инженерного подкаста пошло. Классная история. Всем привет, с вами инженерный подкаст, и я ведущий Некануаров Александр. Сегодня мы поговорим про квантовые технологии. Про то, что, как все говорят, должно стать основой для всех наших будущих технологий. Но никто не понимает, что это такое. А также мы обсудим новую образовательную программу «Квантовый инжиниринг», которая будет впервые реализована в этом году в Институте Лаплас на направлении «Прикладная математика и физика». Сегодня у нас в гостях куратор этой программы Яна Сергеевна Ляхова. Здравствуйте. Всем привет. И заместитель директора Института Лапласа Павел Николаевич Рябов. Здравствуйте. Привет, привет. Давайте начнем с закономерного вопроса. А что такое квантовые технологии? Чем они отличаются от привычных нам классических, так сказать? Потому что даже вот я человек, который полгода там отслушал курс квантовой механики, прослушал ключевое слово, да. Не очень понимаешь, что это такое. Да, ну вот как раз вы отслушали курс полгода квантовой механики, то вы уже понимаете, что разница, конечно, принципиальная. То есть есть классические, есть квантовые, есть большое количество явлений, есть в принципе неопределенности Гейзенберга и так далее. Конечно, такой рядовой, наверное, ответ, который везде мы слышим по поводу квантовой технологии, то, что есть явления запутанности, есть вот эти кубиты, одновременно там принцип суперпозиции и так далее. То есть здесь, наверное, для тех, кто этой темой интересуется, они вдоль и поперек там, ну, одни и те же фразы реально произносятся, вот где не читаешь. Здесь я хочу все-таки обратить внимание на следующую. Квантовая технология – это не только про нули и единички, которые одновременно, да, и не только про Като Шрёдингера. Здесь идея в том, что можно говорить о первой и второй квантовой революции, первой квантовой революции в начале 20 века, когда мы узнали о том, что такое квантовая механика, и какие-то начали эти, ну, все удивились сильно, волосы дыма зашевелись, никто не мог себе этого представить. И эти закономерности использовались, изучались и использовались на уровне каких-то коллективных масштабов. То есть мы создали отсюда лазеры, мы создали транзисторы, отсюда пошло огромное количество. То есть вот на самом деле квантовые технологии, вот ноутбуки, все наши смартфоны – это тоже квантовые технологии, их огромное количество. А сейчас идёт эпоха второй квантовой революции, когда мы не просто используем эти законы, когда мы можем управлять отдельными квантовыми частицами. Это совершенно для человечества беспрецедентный уровень технологий, и это не что-то, о чём вот только, ну, я теоретик, да, как говорится, я теоретик, мне можно. Нет, это то, что реально происходит. Мы можем отдельно управлять положением отдельных частиц, мы можем задавать, менять, вот, казалось бы, да, кулонский потенциал. Ничего подобного. Мы можем менять то, как частицы этот потенциал видят, эти технологии есть, ну, фершбаховский резонанс, оптические решётки и так далее. И, соответственно, отсюда мы выходим на новый уровень технологий, и потенциал колоссальный, поэтому разговоров вокруг этого очень много. Это я вспоминаю курс квантовой механики, который у нас Сергей Евгеньевич Муравьёв вот вёл, собственно, семинар, а Яковлев читал лекции. И Сергей Евгеньевич семинар начал с того, что, ребят, забудьте всю физику, которую вы до этого проходили, потому что квантовая механика – это вообще что-то другое. Вот, собственно, из хаоса, о котором, видите, я говорил вначале, всё это рождалось, вероятность и кубики родился, и рождается какой-то порядок. Вот манипуляция атомами, ещё чем, ну, в общем, очень интересное направление. Тут могу себе позволить широкие жесты, так как квантовые мы, пока, да, текущая научная парадигма, что природа квантовая, вселенная квантовая, в основании своём и в природе заложена эта неопределённость и так далее, и так далее, то, значит, и область применимости, вот всё, всё. То есть это материалы, это измерения, это, ну, то есть я бы не ограничилась только вот этими модными передачей данных, криптографии, всё, конечно, да, всё понятно, но в основе своей, это, ещё раз, да, это материалы, это измерения, это возможности управления. То есть, ещё раз повторюсь, результаты первой квантовой технологии мы пользуемся каждый день, они вот нас с ног до головы окружают. Вся наша техника, все какие-то наши современные материалы, это всё квантовые материалы. Кстати говоря, вот для меня было неким удивлением, но год назад, я веду проект Лаплазиан, я приглашала Алексея Фёдорова, очень известный человек в этой области, человек, который создал в первом мире квантовый блокчейн и занимается передачей данных, шифрованием и так далее. И он, значит, читал нашим ребятам лекцию, он просто достаёт из кармана такая маленькая коробочка, в руку помещается, говорит, вот это генератор случайных чисел, настоящий. Просто, да, вот из того, что в основе лежит вот этот принцип неопределённости, там, значит, и какие-нибудь... Ну, в общем, прям вот маленькая коробочка, которая USB-продом подключается к компьютерам, вот он не псевдо, вот он как бы настоящий. Его можно, я проверяла, в Гугле-то вбиваешь, там, купить. Вот почему-то. Не ахти какой-то редкость. Ну вот, наконец-то, студент по группам можно случайным образом развивать. Да. Я до вчерашнего дня, пока не начал к этому подкасту готовиться, думал, что вот там есть какой-то квантовый компьютер, который не могу никак создать, и больше ничего квантового нет. Нет. Ну, во-первых, квантовый компьютер – это вообще отдельная такая тема. Популяризация науки – это дело очень хорошее, но, к сожалению, когда пытаешься объяснить... Ну вот, есть такой тренд – популярных материалов много, и качество их не всегда очень хорошее из-за этого, и поэтому появляется вот в массовом... Я читала, я очень редко читаю комментарии в социальных сетях, и тут что-то под очередным обсуждением вот был год назад, наверное, очень известная новость о том, что Гугл создал, достигл квантового супремости, квантового превосходства, создал квантовый компьютер, и я сдуру полезла читать комментарии. И, значит, там огромное количество всяких ругательств на тему того, что эти учёные тратят миллиарды наших, значит, денег простых налогоплательщиков, а играть, значит, на этом компьютере в колду до сих пор невозможно. Понимаете, квантовый компьютер – это не просто вот там тот же лэптоп, только который очень быстро работает. Изначально идея принадлежала... Одно из первых высказываний, касающих квантового компьютера, принадлежало Фейнману, а до него, кстати, пару лет до этого нашему русскому учёному, и речь шла о квантовых симуляторах, то есть о устройствах, которые могут симулировать буквально, да, другие квантовые системы, но на конечном, пользуясь конечным числом параметров за конечное расчётное время. То есть это всё-таки в первую очередь это машина для решения научной высоты. Вот. Дальше, то есть то, что это дало возможность, там, говорите, о коммуникации, о шифровании, это такой приятный побочный бонус. И вот как квантовый симулятор, они есть. То есть в этом смысле квантовые компьютеры в Фейнманске, они есть, с разным количеством битв, так что ничего, всё создали. Есть запущенные квантовые сети обмена данных, есть работающие в них же, естественно, системы шифрования. То есть, и, кстати, вот если говорить о коммерциализации, то это самая такая понятная для бизнеса история, да, защита данных, она уже, ну, наверное, в масштабах, там, пожалуй, даже десятка лет существует в запущенном виде и в мире, и в России. Давайте немного такой философский вопрос, что-то слишком много философских вопросов в последнее время для инженерного подкаста пошло. Давайте представим себе ближайшее, я надеюсь, будущее, когда квантовые технологии уже станут всем доступны, все мы будем ими пользоваться. Что это будет за мир и чем он будет отличаться от нашего? Телепортация. Квантовая. Квантовая. Это же квантовая. Давайте я отвечу, чтобы не повторяться о том, что это обо всём. Раз вопрос философский, я отвечу о философске. Всё-таки то, какой это будет мир, зависит от того, какие там будут люди. Поэтому даёшь философию и воспитание в вузах. Как я в самом начале говорил, в этом году в институте Лаплас в рамках направления 03-03-01 прикладная физика и математика появилась новая образовательная программа квантовый инжиниринг. Поэтому вопрос, чему научится человек, обучающийся на этом направлении, кем он станет на выходе из вуза? А вот давайте Павел Николаевич спросим, кем будет человек? Ну вот хороший вопрос. На самом деле, во-первых, хочется сказать о Гринфилде. Почему мы решили... Почему это не чай? Да, почему это не чай? Я думаю, что это же зелёное поле. Да, зелёное поле, да. Это некий такой интересный образовательный формат, который позволяет трансформировать образовательный процесс в целом в университете. Сейчас поясню, почему. В МИФИ реализуется большое количество образовательных программ. Традиционно сложившихся, классических, безусловно хороших. Но какие-то изменения, которые хотелось бы сделать в ряде дисциплин или, может быть, в ряде существенных каких-то модулей этих учебных планов, делать тяжело. Потому что это классически сложившаяся структура и, вообще говоря, академическая вся структура очень тяжело подаётся каким-то изменениям. И появляется такой интересный формат, как Гринфилд. Это нечто, что как в теплице растёт, административно защищено от всего остального. От администрации. От администрации, да. От администрации, в первую очередь. И в котором допускаются некоторые образовательные, скажем так, эксперименты. А, соответственно, безусловно, все эти эксперименты соответствуют всем нормативным документам, стандартам федеральным, университетским стандартам и так далее. Но здесь можно попробовать что-то иное. И вот это что-то иное, поскольку и квантовые технологии это что-то иное, было решено, принято решение запустить в формате образовательного Гринфилда. Сделать интересную программу, перестроить весь образовательный процесс и начиная с младших курсов и заканчивая старшими курсами. И в рамках этой программы мы будем готовить студентов, специалистов, профессионалов в области, скажем так, исследователей в области квантовых технологий. Они будут учиться строить, ну, вернее, проводить эксперимент, работать с соответствующим оборудованием. Название вот это квантовый инжиниринг, да, и идея в чём? То есть квантовый вот этот инженер, вообще слово инжиниринг подразумевает, это очень такое редкое сочетание, но для мифии классическое. То есть нам нужны люди, это квантовая технология, это прорывная новая область, она сочетает в себе и колоссальный вот этот наукоёмкий потенциал, очень большой развивающийся фундаментальный исследований, в то же время из-за того, что ряд этих как раз в свою игру побочных ветвей, они легко коммерциализуются, быстро, это редкое сочетание. Ты не можешь быть успешным в квантовых технологиях, если ты сидишь только в своём углу и занимаешь только одной своей темой. То есть нам нужен человек, который, например, да, пусть он лучше знает теорию, но он при этом может задать правильный вопрос, чтобы хотя бы предположить или показать вектор новых исследований. Он может в этих исследованиях увидеть потенциал технологического применения, то есть инженерная жилка должна быть. Он может уметь сообщаться с экспериментатором на должном уровне, то есть не вот этот вот снобизм, взаимный экспериментаторов и теоретиков, что значит вот каждый считает, что другой лагерь занимается какой-то ерундой, а недостойный. Нет, здесь должно быть постоянное общение, тогда это вопрос от прорывных технологий. То есть это вот я писала, когда текст по поводу вот этого Гринфилла, то есть это человек, который и физик, и математик, и программист, и швец, и жнец, и на дуге игрец. Да, и важно, что ребята будут заниматься, ну на самом деле действительно актуальными научными задачами, это сенсорикой, квантовой, квантовой шифрованием. Безусловно, это будут физики, которые это будут знать, потому что все-таки направления прикладные математика и физика, это направление, которое готовит человек, который занимается физикой и прикладной математикой. Мы условно в этот учебный план отберем и привлечем все лучшее, что есть в университете. И не только. И не только, кстати, в университете, потому что вот сейчас мы про это на самом деле и поговорим, потому что Яна Сергеевна привлекает к разработке этой программы большую команду внешних абсолютно никак не аффилированных мифи-эксперт, в том числе в тех компаниях, которые непосредственно занимаются научными исследованиями в области квантовых технологий. Соответственно, в ней будет все лучшее, что есть в университете и за его рамками, и мы надеемся, что ребята, которые поступят на эту программу, вообще никоим образом не пожалеют. Давайте расскажем немножко, да, про учебный план, мне кажется. Должны же мы когда-то информацию не дадим. Давайте расскажем, да. Значит, я здесь просто хочу еще какой момент отметить. Я когда рассказываю про эту программу, в том числе вот когда вербую людей как раз внешних, я в том числе слышу вопрос, ну а в чем разница-то, что значит все-таки гринфилд, я вот это все рассказываю, все равно остается вопрос. Вот я хочу подчеркнуть, что обычно, когда открывается новое направление, чаще всего это кафедра на третьем-четвертом курсе, ну как правило, да. То есть база та же, а дальше за счет специальных профессиональных курсов человек уходит в свою область. Здесь еще раз совершенно другая модель. Мы полностью с самого первого курса и всю базу, и содержание этих курсов, и формат этих курсов, мы выстраиваем полностью под запросы этой области. И благодаря тому, что эта область широкая, это тоже важно понимать, мы таким образом не сужаем его диапазон. Область широкая, поэтому он знает и математику, и глубоко знает математику, он умеет программировать и так далее, и так далее. А то, что касается внешних экспертов, мы сотрудничаем естественно с флагманом российской квантовой технологии, Российский квантовый центр, который входит в том числе в Содружество Национальной квантовой лаборатории. Планируется развитие совместных проектов, есть уже какие-то предпосылки к этому с Росатомом, который в том числе является одним из исполнителей дорожной карты Российской Федерации по этим технологиям. Очень хорошие математики к нам прилетели на огонек из Мьян Стеклова с такими стильными фамилиями. Леонид Дмитриевич Беклемишев, Антон Сергеевич Трушечкин. Есть люди из НГУ, которые с нами сотрудничают, то есть действительно такие, то есть кто-то, причем на разном уровне, то есть есть люди, которые даже там к нам придут, они к нам трудоустроятся, им так понравилась эта творческая история, есть люди, которые вот экспертным взглядом на это смотрят. Но это здорово, ты когда рассказываешь, что ты создаешь реально что-то новое, вот это образовательное творчество, то как-то люди приходят и готовы своими силами участвовать. То есть у нас академический руководитель нашей программы Кирилл Ахманский, руководитель научной группы Российского квантового центра «Квантовый компьютер на холодных ионах кальция». Прямо молодой крепкий экспериментатор и академический эксперт Алексей Николаевич Рубцов, доктор физмат-наук, профессор РАН, человек, который следит за тем, как мы устроим теоретический блок у нас. И поэтому, кстати, у нас есть возможность, мы закупаем оборудование для того, чтобы ребята могли учиться проводить вот эти лабораторные практикумы по квантам у нас на территории, но в том числе есть возможность, уже есть договоренности частично проводить эти лабораторные практикумы в РКЦ. Ну вот мы так наговорили, а на самом деле это как бы если вот буллетами выделить, это очень важные элементы учебной программы и ее проектирование, да, вот что называется, педагогического дизайна. Мы понимаем, кого мы хотим видеть на выходе. Мы проговорили вот этот, скажем так, портрет нашего выпускника с экспертами, да, вот с Рубцовым, с Федоровым, с Тружечками, с многими-многими другими, кто является действительно признанными фамилиями в области квантовых технологий. Мы выстроили учебную программу вместе с этими экспертами, да, взяли лучшие практики университета и внешнюю. Помимо этого, в рамках этой программы базами для похождения, не только производственных каких-то практик, там, дипломов и так далее, ну и некоторые дисциплины будут, вот, скорее всего, реализовываться в лабораториях наших партнеров. Поэтому программа получится такой комплексной. Помимо этого, вот мы не сказали, нам еще, что называется, я надеюсь, это случится, мы локализуемся территориальным университетом, у нас будет своя инфраструктура, то есть некоторые помещения, в котором будет проходить вечерний процесс. С хамелеонами. С хамелеонами, да, об этом чуть позже. Придется описывать. И у нас есть некоторая идентичность, вот, о которой Яна сказала, которую, я надеюсь, будет выделять вот ребят, которые у нас будут учиться. Мы в самом начале говорили, что квантовые технологии, они повсюду. Возвращать к вопросу, кем станет человек на выходе, то есть он станет не узко каким-то направленным специалистом, а он будет компетентен в широкой области. Да, да, будет компетентен. То есть все-таки надо понимать, что сейчас идет речь о бакалавриате. Все равно мы должны оставлять, это фундаментально должно быть образование, мы должны оставлять человеку возможность посмотреть, да, обладая широкой базой, посмотреть, какие могут быть треки дальше, дать ему возможность потом в магистратуре, в эспиратуре преломлять этот трек, то есть у него должно быть достаточно компетенции, чтобы впоследствии поменять свой выбор. А будет направление магистратуры в дальнейшем? Рассчитываю на это. Да, мы рассчитываем, но не в этом году. Есть в планах? Да. Пока, наверное, бессмысленно, если только в этом году запускается бакалавриат. А хотя нет, почему? Нет, почему? Нет. Просто в этом году физически мы, я понимаю, Яна и не осили просто, но мы очень хотим. Но я хочу сказать, я вас прививала, что то, что у нас бакалавриат, это, кстати, я не знаю, как эта фраза прозвучит, но это гораздо круче, чем если бы мы сейчас начали с магистратуры, потому что бакалавриатов в России, ну, насколько я знаю, полноценный бакалавриат по квантовым технологиям есть только один. То есть эта ниша не заполнена. И еще есть один интересный момент, ну, вот Яна про него говорила. Программ «Приоритет» 23, который сейчас в университете реализуется, этот проект по созданию этого квантового гринфилда, ну, квантового инжиниринга, квантового гринфилда, я сказал тогда. Мало того, что гринфилд, а еще и квантовый. Как бы есть и как бы нет. Как бы есть и как бы нет, да. Ну, в общем, вот этот проект, который посвящен созданию гринфилда в области квантового инжиниринга, он поддержан как один из проектов программы «Приоритет», и вот это позволило нам совместно с центром WorldSkills, кстати, этот проект будет реализовываться тоже, закупить оборудование, да, для того, чтобы на базе этого оборудования учить ребят. То есть это не будет чистая теория, как мы говорили. Да, да, очень много практики. Всё, как начался второго курса, вот я имею в виду, с второго курса квантовый именно практикум, так и до заката. И возвращаясь к широте, к ширине, ну, в общем, к зеленой полянке, к большому диаметру шапки. Бакалавриат, на самом деле, реально это что-то в форме, если аналогию проводить, она очень известная, это вот, если магистратура, аспирантура — это гвоздик, да, вот его острая часть, то бакалавриат — это шапочка. Но эта шапочка, на самом деле, она может быть сформирована абсолютно по-разному, то есть человек, конечно, должна быть широта взглядов, но мы всё равно эту шапочку фокусируем в области квантовых технологий. А поскольку мы говорили, что направление довольно широкое, там есть много-много-много всего, поэтому на выходе мы всё получим специалистов в области квантовых технологий, да, но такого широкого, ну, с пониманием, что есть во всех остальных областях, и который умеет работать непосредственно с тем оборудованием, с которым должен уметь работать специалист. И все практики, руководство ребятами, дипломами, проектами, конечно, мы будем делать в лабораториях, непосредственно занимающихся квантовыми технологиями. И есть возможность в том числе вот идея научного руководителя этого гринфилда Кирилла Лохманского, есть очень красивая такая, по нему, придумка, взять настоящий эксперимент большой, вот, серьёзный, научный, не игрушечный, там, не учебный, он состоит из разных частей. Надо понимать, что есть часть креогеники, есть часть лазерная, фотоники, есть часть электроники, моделирование экспериментов, ну, много из чего состоит. Ребята смотрят на этот эксперимент в целом, что он из себя представляет, понимая дальше, зачем это всё нужно, да, где это применяется, они выполняют в разных лабораториях вот эти отдельные кусочки. То есть, учатся работать с креогенной техникой, учатся работать там, с лазерной техникой и так далее, и так далее. И потом те, которые, например, лучше всего себя показали, которые решили, да, вот эксперимент это моё, у них будет возможность под руководством учёных этот прям большой взрослый эксперимент от и до полностью провести. То есть, это такая есть возможность работы в полях полноценная. В нашей полях. Возвращаясь к теме гринфилда. А вообще в России ещё где-то реализовано и что-то подобное? Самый известный российский пример гринфилда, реализованного и существующего, это пример Тюменского государственного университета, который, собственно, вот гринфилд, которого поднял Шербинок. Ну, на нём можно почитать, посмотреть. Гринфилд в области, ну, таких гуманитарных наук. Но, тем не менее, вот как это можно называть? Кейс. Это самый известный, наверное, российский кейс по созданию гринфилда. Есть ещё интересные примеры создания, ну, различных школ в области программирования змеев. Олег, который создал, ну, вот в России. Об этом тоже можно посмотреть. В целом, конечно, это не первая история. Ну, это на самом деле просто название такого некого формата, некой теплицы, да, в которой апробируется, разрабатывается, пробуется что-то новое. Но, на самом деле, вот этих слов, которые я назвал, точно не стоит пугаться, поскольку мы, я повторюсь... Мы знаем, что мы делаем. Да, мы знаем, что мы делаем. Мы многие из тех методик, которые будем использовать, мы апробировали вот на ребятах, которые учатся. Просто для родителей, которые вот выбирают для ребёнка, чем он хочет заниматься. Для родителей выбирают, чем он хочет заниматься. Ну, так часто происходит. Слова новая, апробация, они, конечно, иногда пугают. На самом деле, пугать, конечно, ничего не надо. Но вот, на самом деле, будет только лучше, интереснее. Вот я вам гарантирую, что называется. Это будет отдельная группа пилотная, с которой будет... Я не знаю, может быть, для кого-то будет плохая новость. Значит, у них будет куратор, то есть показываю пальцем на себя, да, который будет, раз их немного, будет возможность следить за этой группой от и до. Как ты ходишь, как ты там философию не прогулял. Какие сложности там... Как ты, наверное, к научным, да, и помочь. Ну, помогать по-разному можно, да. К разным ребятам разный подход нужен. Ну, на самом деле, это важный, да, элемент. Вот такое менторство, кураторство в рамках программы действительно поможет правиться с тем, чем предстоит управляться с ребятами на первом семестре, на втором. Дальше, конечно, будет проще, когда он появляется. Но на младший курс это очень важно. Ну, это даже важно еще, потому что тут же этих ребят не получится у старшекурсников взять конспекты. Раз, другие преподаватели, другие. Другой корпус, бежать далеко. Бедные студенты. Нет, они будут озабочены моей заботой, насколько это возможно. Мы философию сейчас упомянули. Я вспомнил, что на сайте пленой комиссии написано, что подразвивается у этой программы гибкость. Это и самые программы. Я к тому, что когда все поступают в ВУЗ, в принципе, на любом направлении говорят, что вот вы можете выбирать курс, а вот это самая гибкость. А в итоге мы выбираем между христианской мыслью и историей религий. Вот. И вот на самом деле вот этой проблемой озаботились вообще в целом не только в рамках Гринфилда, но и в рамках всего МИФИ. Сейчас вот в Институте Лапласа и ЭФИД на первом курсе запущен такой эксперимент, который называется индивидуальная образовательная территория. Ребята выбирают в семестр курсы из большого каталога. Он реально существует. Курсов там порядка 20 сейчас. По различным абсолютным направлениям. Софт, скиллз, критическое мышление, например. А как докладывать свои научные исследования. Там много-много-много всего. И они действительно выбирают. И этот эксперимент сейчас будет идти и останется на втором курсе с ними и до конца. То есть сейчас вот эта история развивается, чтобы появилась вот эта настоящая как бы гибкость, о которой вы говорили. И в рамках квантового Гринфилда эта история тоже останется. Но мы еще добавим гибкость, связанную с выбором, наверное, каких-то инженерных дисциплин. Вот, например, WorldSkills мы упоминали. И WorldSkills на первом семестре. Да. Там у ребят будет выбор из нескольких треков, которые вот реализуются в формате WorldSkills. Например, робототехника летающая, аддитивные технологии и... Композиты. Композиты, да. А может быть добавим еще и больше. То есть будет гибкость уже даже на первом семестре такая. Останутся вот этот кусочек, связанный с элективами и университетскими. И на старших курсах. И на старших курсах тоже. Есть возможность. Ну, например, вот сейчас мы видим четкое разделение. Чем старше курс, тем больше возможностей деления, например, на эксперименты и теории. Такие уже более специализированные, я имею в виду, курсы. Ну и вот, кстати, к слову, про гуманитарный блок мы не говорили. Потому что, как правило, технари обычно его оставляют за рамками. А вот Яна нам сейчас точно классно расскажет, что у нас будет. У нас будет, да. Мы сейчас отпугнем всех. Да, я сразу говорю, сейчас все, которые поставили лайки, сейчас их уберут. Значит, гуманитарных дисциплин много. Они идут сильный, хороший блок с первого по четвертый курс. Я, кстати, хочу сразу сказать, может быть, для кого-то это будет аргументом. Те, которые сейчас поморщили носы, когда это услышали, вы посмотрите программы MIT, там, Цюрихских университетов и так далее, иколи политтехник, то есть таких вот крупнейших, там, Стэнфорда и так далее. Вы там найдете программы инженерные и математические, в которых, например, первый год или первые два года вообще нет математики, физики. Они занимаются своим развитием мышления, развитием своих вот этих гибких навыков. И я вижу реально проблему, то есть я несколько лет преподаю теоретическую физику, я вижу проблему, ребят, с тем, что, может быть, это прозвучит смешно, я не знаю, там, с выстраиванием каких-то логических цепочек, что такое частное, что такое общее построение гипотезы и так далее. Формулирование определений. Кстати, вот попробуйте на досуге, это непросто. Попробуйте взять какое-нибудь явление, не вспомнить, там, выученное определение, а дать чему-то определение. Это задача. Потому что ты что-то сказал, потом замкни германефтический круг. Под это подходит, то есть определение – это фраза. Я просто сейчас, как раз, зачёта. Определение – это фраза, которая определяет только эту сущность, о которой ты говоришь, но ничего больше. Вы поймёте, там мозги кипят, но поэтому обязательно чтение текстов, обязательно философию. У нас есть курс по логике, теории, аргументации. Есть «Это моя затаённая мечта», она реализовалась. У нас есть два семестра литературы, анализ художественных текстов, да, который, причём с разницей, там, между ними лето. Я думаю, мы все понимаем, зачем оно там, между ними, это лето. Вот, то есть, ну, смех смехом, но это возможность взглянуть на тот мир, в котором мы живём. Там эта возможность, то есть, даже, я бы не сужала просто, что это обязательно должны быть книжки про науку. Ну, почему? То есть, во-первых, хочется отдохнуть. Всё-таки, ну, давайте посмотрим правде в глаза. Часто студенты говорят, что гуманитарные курсы классно. Вот мне мои ребята, которыми я занимаюсь там в другом проекте, они мне говорят, что не хватает на третьем-четвёртом курсе побольше гуманитарных, там хоть отдохнуть можно было. А здесь математика, физика очень тяжко. Здесь хочется вот... И мне очень понравилась одна фраза, всё-таки, что решать какие-то задачи ты вот думаешь о формулах, только пока решаешь физическую задачу. Человеком, да, нравственный какой-то выбор. Ты делаешь каждую минуту. Я понимаю, что сейчас совершенно не в тему говорю к нашим квантовым историям, но я считаю, что это вещи очень важные. Тем более, что воспитательная функция в миссию МИФИ, она прописана, в том числе, да, высшее образование. Ну и, кроме этого, всё-таки, да, анализ текстов, художественных подводится к анализу философских текстов. Философский текст – это мышление, это умение задавать вопросы к природе, в том числе умение строить гипотезы, умение разговаривать с другими людьми, умение строить связи международные. Это тоже понадобится, я верю в лучшее. Всё, в международной тоже надо уметь строить связи. Нужно уметь разговаривать с людьми, нужно уметь показать свою работу, доказать, что ты прав. Если мы говорим о прорывных технологиях, это не так просто. Ты приходишь к экспертам, попробуй докажись, что это что-то новое здесь сделать, то с тобой надо вообще разговаривать. Построить хороший научный текст, хороший доклад – это отдельная серьёзная задача. На самом деле так вот у нас просто на прошлой неделе была защита научно-исследовательских работ, у нас просто почти у всей группы проблемы, во-первых, написать её, потому что никто не умеет особо это писать, а потом защитить, когда люди приходят, не бей, не имея, не могут сказать, что они сделали, вопрос на задание, там все в ступоре вообще сидят, ничего не понимают. Мне в своё время, мне в школе это всё время рассказали, но я потом это говорю, у меня была хорошая учительница, она меня готовила к школьным конференциям. И вот эту фразу, я её теперь всем студентам говорю, наука – это шоу. И я реально вижу, то есть я вижу на конференции, что есть случаи, мне старшие товарищи обращали внимание, говорят, вот смотри, вот этот дядька очень классную работу сделал, у него все спят в его докладе. Мне интересно рассказывать. А вот этот вот, он какую-то за 20 лет одну там букву поправил, которую никому не интересно, но он так рассказывает, что просто, ну, весь зал там, все просыпаются, во-первых, да, и все тебя слушают. То есть мало это, не знаю, хорошо это или плохо, но мы люди, мы живём в социуме, нам нужно уметь донести эту мысль красиво, классно. Тогда будут гранты, публикации, научная карьера. Это мы тоже, кстати, учим. У нас есть такой предмет. Поэтому вот над блоком, который вот в целом посвящён гуманитаристике, мы тоже работаем, его прорабатываем. Это не что-то, что не будет как бы единым целым. Это не отписка. Это такое, да. Поэтому ещё раз повторюсь, программа действительно интересная. Верёмся к программе обучения. Мы уже говорили, что квантовая технология – это про всё, но если верить, опять же, сайту приёмной комиссии, то программа обучения подразделяется на несколько направлений – это квантовые коммуникации, квантовые вычисления, квантовая криптография и квантовая сенсорика. Можете объяснить, что за этими названиями скрывается, чтобы студенты, которые придут к нам или думают об этом сейчас, поняли, что они там вообще будут заниматься? Значит, смотрите, я бы смотрела на это разделение следующим образом. То есть квантовая технология – это всё-таки очень широкое понятие, и можно из него сузиться дальше, например, в одно из тех направлений, которые вы озвучили. Значит, здесь идёт о чём? Сенсорика – это то, что касается датчиков, это измерения. Это всегда принципиально важная задача для физики. Любой эксперимент, всё равно все закономерности мы проверяем на опыте. Да, это важнейшая часть. Дальше коммуникации, криптография – это то, что связано с передачей данных. Это возможность шифрования, это возможность разработки новых алгоритмов передачи данных и взлома. В РКЦ, кстати, есть отдельная группа, которая занимается именно взломом, поиском уязвимости квантовых сетей. Тоже очень интересное направление. И дальше то, что связано с вычислительной системой, это квантовый компьютинг, это симулятор и создание квантового компьютера. Причём я вот хочу ещё такой момент отметить важный, что мы часто, опять-таки, из популярных… Ну, где-то носятся в воздухе фоном, что квантовый, вот, например, компьютер, он 100% лучше классического. Надо всё-таки понимать, что когда мы говорим, что в нашей программе много квантов, там есть и классическая физика обязательно, потому что ты должен понимать, где он даёт преимущество. То квантовый компьютер, квантовые коммуникации, они не везде дают. Нужно понимать, в каких областях, в каких областях они дают заметное преимущество. Есть отдельный вот этот термин «квантум супремиси», квантовое превосходство. Нужно понимать, у нас есть курс по террессложности алгоритмам, который позволит ребятам как раз оценивать сложности задач, к какому типу задач они относятся, где целесообразно принять их, а где нецелесообразно. То есть, возвращаясь, да, к вашему вопросу, вот эти треки, разные курсы позволят с каждым из этих вот, из этих направлений познакомиться, чтобы впоследствии для себя выбрать что-то своё. Ну, мы всё-таки целим же на магистратуру. Это уже прям тонкости. Ну, на этом тогда, я думаю, мы закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что пришли к нам. А мы с своей стороны ждём, что называется, ребят, к нам 1 сентября. Поступайте в МИФИ, квантовый инжиниринг. Да, поступать можно уже вот сейчас в эту приемную комиссию. Пишите Яне Сергеевне. Да, пишите, пишите вопросы. Там мы будем, наверное, выходить на связь. Да точно. Да точно будем выходить на связь, да. В рамках вебинаров, я думаю, ещё проведём не один вебинар по вот этой программе. Познакомим там с нашими экспертами, там с нашими преподавателями. В общем, будем всячески ждать, что это действительно классная программа, классная история. Да, всё так. Спасибо, пока. У нас сегодня вообще исторический день какой-то. Вот Павел Николаевич к нам пришёл второй раз сегодня. Андрей Петрович вот в ответ приходил тоже второй раз. И у нас я вот только осознал впервые представитель прекрасного пола к нам пришёл. А, серьёзно? Да. Кошмар.